Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос по реконструкциям бань неоднократно всплывает, и люди, живя в тех зонах, где, как говорится, очень тяжело найти хорошего каменщика, который мог бы переложить кирпичную печь, становится вопрос, чем же ее заменить. Не у всех людей, у самих, как говорится, это получается, и если даже получается, то отлично люди знают, что каждый год за ней нужно следить, ее нужно обслуживать, то уже начинают подумывать, а чем же заменить кирпичную печь. Ну, понятное дело, все смотрят на стальную печь, и многие делают ошибку, думают, ну, я сейчас возьму дешевую печь, посмотрю, как она будет работать, и после этого, как говорится, ну, чтобы сильно не тратиться. В результате берут они эту стальную печь, которая дешевая, которая фактически сделана только для сауных режимов, и они не получают того, чего не получали с кирпичной печью. Они разочарованы, начинают, как говорится, экспериментировать, начинают ее обкладывать в саркофаг, начинают, заложив ее, понятное дело, у них пара все равно мало. Они начинают придумывать всевозможные ухищрения, как получить этот пар, всякие натрубные парогенераторы, всякие увлажнители натрубные, чтобы хоть как-то получить пар. Потому что эти печи, в основном, как говорится, их назначение просто натопить помещение. Они не созданы для паровых режимов. И вот после этого, как говорится, насытившись вот этого, как говорится, контакта с стальной печью, люди начинают все остальные печи хаять. Ну, не надо все остальные печи хаять. Мы, допустим, создали для вас печь-казачку, которая реально заменит кирпичную печь, которая сделана специально для семейных бань. Ну, хотя у нас есть и линейка ПРО, которая сделана и для коммерческих бань. Можно ее ставить куда угодно. Ну, и, как говорится, альтернатива кирпичной печи при очень длительном сроке службы. Вот, конечно, казачка ПРО Плюс здесь просто незаменима. Особенно сейчас у нас последняя пошла казачка Твердыня ПРО Плюс. У этой печи вообще меньше всего есть, как говорится, нарекания к ней о том, что она что-то может там перегреть, поскольку она вся снаружи обсыпана камнем. Но при том, что парогенерация остается прежней, при том, что конвекцию мы постарались сохранить, это то, что нужно для того, чтобы ваши маленькие семейные бани пользовались, как говорится, у вас заслуженным спросом, и вы могли бы получить от них то, чего хотите получить. Поэтому не бойтесь, как говорится, обращайтесь с вопросами. Мы вам подскажем, как правильно подбирается печь. Мы вам предложим реальные, как говорится, альтернативы замены, чтобы ваша реконструкция, которую вы затеяли, была с пользой сделана, а чтобы вы не заменили, как говорится, шило на мыло. Ну, иначе, как говорится, какой смысл вам было вообще ломать ту кирпичную печь, которая у вас, как говорится, хоть и отслужила своей службой, но, как всегда, их там подлатают, подлатают, и они еще там потихоньку служат и служат. Если вы ставите хорошую печь, ставьте ее. Продумано. А если вы ставите плохую печь, зачем вам нужно было это делать вообще, вся эта реконструкция, чтобы, как говорится, кирпичную печь меняете на плохую стальную печь. Поэтому ставьте хорошую стальную печь. Хотите быть, как говорится, в курсе всех наших вопросов, наших ответов, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе наших дел. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok